а вот и очередной рецепт по просьбам наших телезрителей вернее людей которые подписаны на наш канал и смотрят и просят что-то какие-то новые рецепты что-то интересное так вот сегодня у нас по плану курица гунбао это традиционный китайский сычуанский если быть точнее рецепт курицы в китае это очень популярный рецепт ну наверное как в россии борщ довольно пряный острый но сделан по классическим китайским канонам я вам по порядку сейчас все буду рассказывать смотрите значит для этого рецепта нам понадобится курицам не просто курица именно грудка то есть филе грудки я его сразу же нарезаю кубиками все по-разному в разных вариациях этот рецепт кто-то нарезает пластинками кто-то квадратиками кто-то кубиками в чем все по разному в итоге нужно нарезать таким образом чтобы ее было удобно кушать палочками но вы понимаете китайская кухня вся рассчитана на использование палочек с кусочки у нас получается небольшие но это опять же создана для того чтобы у нас курица быстро приготовилась я нарезал куриное филе теперь его нужно замариновать для маринада мне понадобится вот что вначале я его должен поперчить вот смотрите лучше всего подойдет смесь четырех перцев или только белый перец который идеально подходит для курицы у меня отдельно белого перца нету поэтому я беру смесь там он есть значит обильно перчим добавляем немного соевого соуса щепотку сахара палочками перемешиваем чтобы соевый соус подсолил курицу так курица пока что маринуется у меня в чашке здесь один белок куриного яйца в белок я добавляю на этот объем у нас две грудки половину столовой ложки крахмала и тщательно перемешиваем как только крахмал растворился мы эту массу выливаем курицы все тщательно перемешиваем чем это нужно для того чтобы крахмал сохранил сок внутри куриного кубика и у нас курица окажется потом в пленке пока что отставляем обязательно для этого блюда понадобится сухой чили перец я режу его крупно что потом удобно было его выкидывать уж конечно блюдо сычуанской кухни острое семечки никуда не выкидываем они у нас тоже пойдут в блюдо имбирь имбирь на любителя вообще некоторые повара не добавляют имбирь в это блюдо на мой взгляд я поддерживаю тех поваров которые добавляют потому что имбирь должен быть для этой компиляции ингредиентов имбирь очень подходит режем имбирь небольшими кубиками чеснок разрезаю вдоль и теперь вот такими вот дольками далее режу лук порей разрезаю его вдоль и вот так вот треугольничками аккуратно делаю крупные куски теперь режем болгарский перец болгарский перец желтый и зеленый режем его тоже такими ромбиками ну какими-то кусочками которые будут вам удобны для того чтобы есть палочка теперь нам нужно сделать соус курица гунбао не курица если у нас нет соус для соуса нам понадобится значит две чайные ложки сахара 2 столовые ложки соуса у меня ложки маленькие неглубокие так так что учтите этот фактор обязательно сюда добавляем шаосиньское вино это кислое вино которое очень похоже на саке и можно кстати заменить либо саке либо обычным белым вином устричный соус но такой густой я сюда добавлю 3 столовые ложки обязательно сюда добавим одну столовую ложку кунжутного масла кунжутное масло должно быть ароматное иначе тогда вообще не имеет смысла его добавлять соус у нас слишком концентрированный соленый поэтому нужно обязательно добавить немного воды буквально наверно 100 миллилитров и обязательно 2 чайные ложки кукурузного крахмала теперь все это тщательно перемешиваем до полного растворения сахара хотя в принципе это наверное не важно потому что при обжаривании это все растворится и объединиться в одну густую соусную массу главное чтобы не было комочков крахмала до аромат тот что нужно смотрите что мы делаем я беру сковородку если у вас есть сковородовок лучше делать в ней но если нету не переживайте можно обойтись без нее я врубаю конфорочку сразу ставлю бустер сковорода раскаляется она должна быть хорошенько разогрета не просто там какая-то прохладная сковорода именно хорошенько разогрета я бы даже сказал масло должно такой дымок небольшой от него идти то есть прямо раскаленная так масло разогрелось теперь мы сюда отправляем курицу видите что у нас происходит каждый кусочек при обжаривании покрывается пленкой которая образует яйцо и крахмал и вся влага остается внутри лучше всего использовать чугунную или стальную сковороду они лучше держат тепло потому что как только ее отрываешь от плиты она сразу же начинает остывать мы обжариваем курицу так чтобы у нас появились появилась такая вот легкая корочка внутри она может быть до полуготовности потому что все равно потом еще у нас процесс дальше будет продолжаться еще раз я перемешиваю и перекладываю вот сюда сковороду возвращаю на плиту она также работает на бустере мы его не выключаем потому что китайская кухня требует максимальной концентрации тепла в сковороде сюда мы отправляем значит что чили перец обязательно добавляем масло теперь имбирь чеснок перемешиваем о перец начал издавать вот эти вот ядреные пары сразу же отправляем сюда болгарский перец и порей быстро обжариваем арахис смотрите если арахис у вас уже жареный то сильно долго можно его не жарить в общем так как овощи они должны быть у нас полностью приготовлены они должны быть слегка сыроватые хрустящие а вот теперь пора сюда отправлять курицу перемешиваем смотрите иногда в некоторых провинциях и некоторые повара даже у нас в россии делают довольно мелкую нарезку ее не так удобно есть палочками поэтому всегда следите за тем чтобы кусочки были одинаковые но хотя бы такого размера чтобы удобно было вот так вот брать палочками раз видите все удобно брать палочками перемешиваем еще разок куриц с овощами и теперь выливаем соус соус становится сразу же густым и обваливает облепляет каждый кусочек о немножко водички добавим чтобы соуса было чуть чуть больше все выключаем курица гунбао это очень вкусное блюдо но это не суп соусами должно быть много нам этого соуса должно быть достаточно чтобы он облепил каждый кусочек и все наше блюдо готово смотрите кто-то говорит что лук зеленый нужно добавлять до за буквально там за минуту до приготовить до полного приготовления я же считаю что зеленый лук не такой острый как например красный я предпочитаю выкладывать сверху прям уже на готовое блюдо о какой аромат китайская кухня мощная мощная вкусная интересная самое главное должны быть такие большие блюда теперь крупно нарезанный лук я не знаю какое еще блюдо китайской кухне может быть более популярна чем курица гунбао но я вас уверяю это блюдо достойно любой кухни любой страны медея почувствуй себя дома